Здесь и избивают людей, и привязывают к кровати, если ты больше двух раз встал в туалет. В психиатрической клинике жительница поселка Врангель Ольга оказалась весной прошлого года с диагнозом псевдоневротическая шизофрения. Женщина уверяет, всему виной не болезнь. На принудительное лечение ее поместили собственные родственники. Причина – семейный конфликт, разросшийся до судебных разбирательств о правах на часть семейной недвижимости. У нас трехкомнатная квартира в долях, и мать меня попросила отказаться от квартиры, от доли, в ее пользу. Но я не отказалась, и мать решила мне мстить. И мстить тем самым, что она у меня забрала ребенка, то есть показать свою власть, свою значимость, с кем я тут связалась. Она поместила меня в психушку. В психиатрической больнице без возможности выхода на улицу Ольга провела три месяца. За это время ее лишили водительского удостоверения, а бывший супруг обратился в суд с иском забрать ребенка под свою опеку. Суд иск удовлетворил. Однако с тех пор ребенок проживает не с отцом, у которого сейчас новая семья, а с бабушкой, матерью Ольги. Когда мы ознакомились с материалами дела после суда, то там мы нашли сфальсифицированную справку, именно под деланную справку, то есть до психушки, когда мне еще положили, уже в судебном деле есть документ, что я больна шизофренией и что я опасна для общества и для своего ребенка. И на этом основании у меня сразу забрали ребенка. Сына Ольга не видела уже полтора года, хотя имеет на это право по суду. Девять лет назад с пострадовой депрессией она обращалась к частному психиатру. Именно за это, по словам женщины, и зацепились ее мать и бывший муж. Ольга прошла независимую психиатрическую экспертизу, которая доказала ее полную вменяемость. В Институте психологии и психиатрии у Коломейца и там шесть специалистов, именно психиатров, все подтвердили, что я полностью здорова, психических расстройств нет. Родственники Ольги, как и руководство психиатрической клиники, общаться с журналистами отказываются. Женщина обратилась за помощью к одному из депутатов законодательного собрания Приморья. Оказалось, ее случай не уникален. И когда мы начали это озвучивать, нам стало обращаться достаточное количество людей с подобными проблемами. То есть там как схема такая, понимаете, родственники сводят счеты, а зачем-то вот это вот, эти с ними, да, то есть так же можно и квартиры отбирать же, не только детей, как бы и квартиры можно, и все остальное. То есть вот был человек и нет человека. Из-за поставленного в клинике диагноза Ольга осталась без работы, смогла устроиться только дворником. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека и к губернатору Приморского края. Сейчас она готовит документы в суд, чтобы добиться возвращения опеки над сыном. Анна Бережная, Евгений Апарин. Новости на Восьмом.